Одни из фаворитов турнира Казахстан Борисы 2018 и Руслан Абадрозаков и его старший брат Улан Рыскул проиграли в квалификационных стадиях. Ну, Руслану Абадрозакову, наверное, сейчас есть над чем подумать. После его противостояния мы видели, как Садых Мустафаев здесь, в комментаторской кабинке, очень хорошо было видно, как Садых Мустафаев, личный тренер Абадрозакова, буквально сам готов был выскочить на ковер, чтобы помочь своему подопечному. Но очень тяжелый соперник был у Абадрозакова, Ярослав Хожибаев. Это самый тяжелый участник на этом турнире. 151 килограммов составляет его вес, рост 185 сантиметров, прозвище Хабамбай. И сейчас дебютант соревнований вырывает победу одного из главных фаворитов турнира. Двигаемся далее, уважаемые друзья. Сейчас уже готовы сражаться очередная пара спортсменов. Пайдос Тенгебаев из Жамбулской области и его соперник из столицы Айтуар Абдулов. Жамбулская область всегда славилась своими традициями в борьбе. И не всегда это, может быть, касалось и казах-курисов. Очень хорошие результаты у них и греко-римской, классической ранее, как она называлась, и в вольной борьбе. И, конечно же, мы вспомним здесь и Жак-Лакушкемпирова, который открывал соревнования, благословил всех полуанов. Очень уважаемый Ахсакал казахстанского спорта, олимпийский чемпион по классической борьбе 1980 года. И помимо него были из этого региона и другие спортсмены. Одним из последних героев стал Ахжирек Танатаров, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне по вольной борьбе. Поэтому, конечно же, отдельно стоит присмотреться и представителям Жамбулской области. Сейчас Айдос Тингебаев попытается поддержать и повысить реноме своего региона в борцовских традициях. Ну а что касается Аскара Нурмуханова, то понятно, что это хозяин ковра. Здесь дома нужно показывать свой самый лучший уровень. Пока что по нулям счет у этих полуанов. Айдос Тингебаев, у него борцовское имя Жау Атар, 1991 года рождения, 27 лет этому полуану. Рост составляет 183 сантиметров, 118 килограммов вес. Мастер спорта Республики Казахстан по Казах-Куресе. На его счету были победы на различных международных турнирах. Ну и победителем Республики Казахстан 2010 года. У Айдоса Тингебаева уже есть одно хорошее выступление на Казахстан-Боросе. Он является финалистом 2013 года. Тогда ему совсем немного не хватило до победы. Ну а соперником тогда у него был очень сильный. И один из фаворитов турнира Айбек Нурмаров из Восточно-Казахстанской области. Айбек Нурмаров, к слову, тоже здесь борется. Его мы увидим, уже видели, точнее, его первые поединки. Сейчас ждем его выступления в третьем круге. Тренируется Айдос Тингебаев под руководством Елдоса Далабаева. Елдос Далабаев – это очень известный казахстанский тренер. Прежде всего мы его знаем по выступлениям его подопечных в дзюдо. Ну, очень часто мы, наверное, будем говорить о дзюдо, самбо в рамках нашей трансляции. Потому что и олимпийский дзюдо, и самбо, которое появилось в Советском Союзе, и казах-куресе, они все очень сильно похожи друг на друга, правила практически идентичны. Ну, конечно же, есть у них свои особенности. Казах-куресе нам ближе, потому что это наш национальный вид спорта. В борьбе еще воспитывались с древних времен наши степи, когда в ожиданиях постоянных войн дети с малых лет приучались к этому степному виду единоборств. Айтуар Абдулов. Борец из Астаны. Сабалах, его спортивный псевдоним. Он на год младше своего соперника, он 1992 года рождения. 177 сантиметров составляет рост, 90 килограммов вес. Можно сказать, легковес он на этом турнире. Ну, с 90 килограммов начинается здесь весовая категория палаванов, как я уже говорил ранее. Ну, можно сказать, один из самых легких на этом турнире. Мастер спорта международного класса. Айтуар Абдулов. Нет, прошу прощения. Айтуар Абдулов 130 килограммов составляет. Его вес немного перепутал я его с Айтбеком Айтболом. Прошу прощения, уважаемые друзья. Вот сейчас Айдос Кингебаев завоевывает полпобеды. Шартала Женус, как называют ее Казах-Куресе. Победитель города Астаны 2018 года. Астана Борисе Айтуар Абдулов. Борется он под руководством Мурата Кентонова. Ну и тем самым, уважаемые друзья, время здесь завершено. В этом противостоянии Айдос Кингебаев из Жангулской области становится победителем в этой схватке. И тем самым он будет следующим соперником для Ярослава Хажибаева, уважаемые друзья. Ярослав Хажибаев, в свою очередь, вы знаете, оставил за пределами борьбы, за пределами этого турнира Руслана Абдразакова из Южной столицы. Продолжение следует...